Наступила осень, а вместе с ней пора простудных заболеваний. Самое время выяснять, зачем нужны прививки и нужны ляне. Я прививки не боюсь. Если надо, уколюсь. А надо ли? Сейчас проверим. Тема необходимости или наоборот опасности вакцинирования от гриппа неоднозначная. Противники вакцинации утверждают, сделавших прививку ждут боли, жар, а то и непосредственное заражение вирусом. Но заслуживает ли вакцина такой плохой репутации? Медики однозначно рекомендуют проводить вакцинацию, чтобы избежать гриппа и его осложнения. По существующей статистике, вакцину предпочитают делать до 80% жителей США и только 10% населения России. В составе прививки от гриппа содержатся вирусы, но не живые, а уже убитые. Эти вирусы, попадая в организм человека, повышают его иммунитет и заставляют бороться с инфекцией. Потренировавшись на слабых вирусах, организм моментально распознает вирусы гриппа, которые попадают к нему из внешней среды и без труда с ними справляются. В этом суть прививки от гриппа. Одно из направлений профилактической медицины является эта прививочная работа. Благодаря вот этой прививочной работе в России победили очень много заболеваний. Туберкулез, краснуха, кори. Сейчас ведется работа по вакцинации против гриппа. Основной причиной смерти при гриппе летальность бывает от острой пневмонии, она буквально в течение суток-двух происходит смерть. И от сердечно-сосудистой недостаточности, тот у лиц старшего возраста, который страдает гипертонической болезнью и ишемической болезнью сердца. В этом году, как никогда, вот хочется отметить, очень хорошо прививается эта вот школа. Гимназия 4, гимназия 7, детский сад 21. Это вот очень организованно и, в общем-то, с пониманием дела, что они работают с детьми. Если директора, организации, учреждения, есть у них такая возможность выделить деньги на приобретение вакцины. Люди, которые не болеют, ходят на работу, они, наверное, с большей отдачей отдают себя работе, чем когда они чихают, кашляют и болят. На выработку иммунитета после прививки требуется минимум три недели, так что лучше вакцинироваться заранее. И это же относится к вакцинированию детей. В нашем городе такие прививки проводят в школах с обязательного согласия родителей. Хотелось бы призвать всех родителей, чтобы они не боялись прививок. Вот лично я работаю 25 лет уже, провожу прививки, вакцинации. По крайней мере, у меня на моем опыте не было никаких проблем с этим, никаких осложнений, во всяком случае, я не видела. Вакцина у нас поставляется из детской поликлиники только. Из детской поликлиники ниоткуда мы больше вакцину не берем. Ее получают в областном центре. Вакцину эту медсестра получает в сумке, в холодильнике, соблюдая холодовые все вот эти требования по холодовой цепочке. И каждый день медсестра регистрирует температурный режим в холодильнике. Деткам, во всяком случае, у нас сейчас выделена вакцина Грипола Плюс, она у нас получена уже в поликлинике. Мы уже начинаем ею работать, уже в некоторых учреждениях в городе, я уже знаю, что начали делать. Скоро и здесь мы начнем делать. в этой школе. Грипола Плюс очень хорошая вакцина, вакцина третьего поколения, субъединичная вакцина, как инфлювак, аналог западных, вообще современных вакцин, которые применяются за рубежом. Я считаю, что она ничем не хуже. Прививка от гриппа помогает снизить заболеваемость в довольно внушительных масштабах. Это факт. Она дает возможность не болеть более чем 80% людей всех возрастов, которые прошли вакцинацию. Дети, которые получили прививку от гриппа, перестают болеть более чем в 92% случаев. Не забывайте и о вспомогательных методах профилактики. Побольше обильного питья с витаминами, ношение противовирусной маски, прием поливитаминных препаратов для поддержания иммунитета и личная гигиена. Опытные врачи говорят, заболевание легче предупредить, чем лечить. Будьте, пожалуйста, здоровы. Марина Лопаткина, Александр Тестов, телеканал «Откари».